Доброе утро, юные художники! Меня зовут Ваня, вы на канале Рыбакит. Сегодня я рисую для вас веселый рисунок и это задание на конкурс Рыбакит. Приходите, участвуйте. Если ты смотришь это на ютубе, то приходи в инстаграм, участвуй со мной, рисуй. Сегодня я буду рисовать на белом листе бумаги супер яркую открытку. Смотри, как я ее делаю. Я ее складываю. Она прикольная и очень простая. Открытка сюрприз, я таких много делаю. Раскладушка, я ее называю. Веселая, в интернете такая популярная штука. Один раз сложили напополам, а после этого еще раз сложили напополам, и получилась вот такая штукенция. Легко ее сделать, правда легко. Ничего сложного нет, она открывается и весело тебя веселит. Если ты придумаешь что-то внутри, твое креативное такое чутье может здесь поразвиться и порезвиться. Раскрашиваю и рисую я сегодня фломастер утолщенными фирмы Гамма. Малыш, 12 цветов. В последнее время всегда я ими рисую, потому что удобно. Они заменяют, можно сказать, профессиональные для меня рисовательные инструменты, потому что они толстые, удобные, держать удобно, надолго хватает, и толстое перо. Важно. Сейчас рисую торт. Рисуем торт, чтобы он был фанни, веселый, простой, ничего сложного. Рисуем сначала просто черным фломастером. Черным фломастером вот так рисуем. Раз. И вот так. Торты, я думаю, все любят. Девчонки, мальчишки, я думаю, все-все-все на свете. Даже и кошки некоторые любят торты. И мы рисуем тортик. Очень простой, очень прям супер просто. Вот такой прямоугольничек нарисовать. В сложенном виде, да? После этого нарисовать вверх-вниз. Здесь такие вот подтеки. Здесь можно какое-то украшение нарисовать. Ну, я нарисую вот такое. И тарелочку. Нарисую тарелочку или подставочку. Я думаю, это важно, чтобы торт не падал, а висел. И лежал, не висел, а лежал. Нарисуем два глазика. Кавайные, няшные. Ну, как у тебя получится, так и рисуй. У меня они какие-то такие получаются всегда. Довольно веселенькие. И, если хочешь, нарисуй бровки. И, конечно же, сейчас внутри рисуй то, что ты хочешь рассказать, показать. И что ты хочешь сделать. Здесь я нарисую облачка. Я думаю, здесь радуга будет. Веселая радуга, которую я раскрашу фломастерами. Здесь солнышко. И все, я думаю, можно уже рисовать внутренности и раскрашивать. А раскрашивать уже сам будешь. Внутри нарисуешь, что ты хочешь. Предлагаю нарисовать несложное задание. Что ты любишь делать. И здесь ты рисуешь, как будто бы такой коржи. Он продолжается, что торт из коржей состоит. Коржи вкусные, сладкие. Они могут быть разноцветные. Мы рисуем прямоугольник. Продолжаем его. Вот так все нарисовано. А теперь ты здесь можешь что-то написать. Что ты любишь. И вообще, что ты... Давайте напишем, что мы хотим написать. Кого ты, может быть, любишь маму, папу. Можно написать маму, папу. Я думаю, что можно написать музыка. Музыка. Мне кажется, я люблю музыку. Музыка. Музыка. И музыка готова. Вот так я раз, раз, раз отделяю ее. Музыку. После этого я люблю рисунки. Рисунки. Рисунки я тоже люблю. И часто рисую, как вы заметите, по моему каналу. Этим я занимаюсь. После я люблю... Что я еще люблю? Я люблю покушать, конечно. Да, вкусняшки. 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 Если тебе трудно что-то написать, то попроси маму или папу. Они тебе помогут обязательно. Вкусняшки. И внизу я напишу еще что-то. Я люблю спорт еще. Спорт. Спорт важно. Для меня это важно. Я люблю заниматься. И это важно для моих мышц. И вообще для моего самочувствия. Очень важно. Все. Теперь мы можем раскрасить так, как ты хочешь. Раскрашивай. Если хочешь, вообще можешь не раскрасить. Все равно уже будет хорошо. Но если ты раскрасишь, будет и намного лучше. И согласись. Намного лучше и веселее. И интереснее смотреть на то, что ты раскрасишь. И интересно получится. Так что постарайся потрудить. Раскрасть что хочешь. Здесь я раскрашиваю радугой. Красная. И здесь красных сразу несколько. Не буду часто доставать фломастеры. Буду один раз доставать. И пока достаю и раскрашиваю вот оранжевым. Расскажу про новые правила конкурса. Я думаю, все, кто участвует, уже знают. Их легко участвовать сейчас в конкурсе. Нужно всего лишь прийти и сделать задание. Вот как сейчас нарисовать что-то с тортом связанное. Если хочешь, открытку просто нарисуй. Будет здорово и интересно. И этого достаточно. Сделать сториз. На сториз написать собачка-риваки 3. Чтобы я увидел и сделал твой репост, твои сториз. Это важно. И, собственно, на этой сториз лучше написать твое имя, возраст. Это для меня интересно. Просто интересно. И что ты хотел бы, чтобы я нарисовал. Это важно, потому что я сразу нарисую. Это в 5 часов я прихожу, выбираю. И для одного человека я рисую то, что он хочет. Ни много, ни мало. Приходить уже совсем не обязательно. Но я все-таки жду вас в гости. Приходите со мной. Многие рисуют именно со мной на эфире. И в 5 часов я выбираю, что рисовать. Так. Я не покрасил сами коржики. Что странно. Давайте так покрасим. Здесь покрасим голубым. Мне не хочется закрасить сами буквы. Потому что немножко хуже станет видно. Или же, если у тебя есть акварелька, то акварелькой раскрасим. Синим заканчиваем. В фиолетовом. У нас есть синий, синий, фиолетовый. Я хочу сюда добавить оранжевый обязательно в торт. Потому что мне нравится оранжевый. И сегодня я жду от тебя какую-то раскладушку веселую. Я думаю, на многие годы она тебе пригодится. У меня многие раскладушки существуют, которые я рисовал очень давно. Уже год-два они лежат. И ребята в них играют. Да и я тоже нет-нет, а достану, посмотрю и весел. А если кто придет, какие-нибудь дети ко мне или гости, я тоже могу достать им и показать, что получается, когда вы можете экспериментировать. Вот такой рисунок. И заканчиваем здесь немножко фиолетового. Надеюсь, вам понравилось. Задание несложное. Я сейчас это сделал. И совсем это было для меня несложно. И очень даже просто. Зову тебя участвовать в моих конкурсах. Они проходят по будням каждый день. Для родителей, которые смотрят, я еще раз напомню, что это еще один способ стимуляции детей рисовать. Каждый день я прихожу и провожу несколько... Некоторое время, может быть часик, полчасика с вами. Это с пяти до полшестого. И рисую для вас такие рисунки. Давайте посмотрим, что в конце получилось. Мой тортик. И смотрите, я его сейчас сложу, поколдую. И вы никогда не поймете, что там. Надо немножко сложить вот так еще. Потому что он как-то раскладывается. А мне нравится, когда он совсем такой честный-честный. Ты ничего не видишь, а потом бах и получается. Вот так мне нравится. Это важно. Вот, все получилось. Смотрите, получилось здорово, весело. Сейчас посмотрим. Привет, я хочу тебя поздравить, дорогая подруга. Привет. А в 17 мы тоже из сада приходим. Вот именно, конкурс изменился в том плане, что если вы поучаствуете... Да, в смысле, если вы вообще целый день... Ну, давайте так. Если вы хотите участвовать, то я и сегодняшние ваши рисунки, которые вы приходите, я их буду заносить на следующий конкурс. На завтрашний, к примеру. Это тоже возможно. И они немножко будут смешивать, кстати, эти правила. Да, хорошее замечание, когда вы приходите позже. Я даю задание до 12, вы до 5 должны его сделать, а вы в садике. Я согласен, это не очень удобно. Но давайте радоваться. Я всегда изменю правила для вас и для вашего удобства. И получилось, что я люблю музыку, рисунки, вкусняшки и спорт. Музыку, рисунки, вкусняшки и спорт. Ребят, радуйтесь, рисуйте. Давайте, действительно, я немножко еще изменю правила, чтобы я смог добавлять тех, кто нарисовал в конкурсе сегодня после 5 часов и прислал работы. Они могут участвовать в конкурсе с завтрашним, к примеру. Это будет справедливо и интереснее вам участвовать. Отлично. Все. Хорошего дня и до вечера.